Добрый день! Это новая история из страны ненаписанных историй. Кратко. Девушка, принцесса, стала королевой. И она из доброй, наивной девушки внезапно стала говорить о том, что её любой человек может предать. Она стала прогонять слуг, она стала требовать, чтобы всю еду перепроверяли по нескольку раз, чтобы её одежду одевал вначале слуга, и она смотрела, и всё ли с ним будет в порядке. И её муж не мог ей помочь, он её так сильно любил, что он просто терялся. Он просто говорил со слугами, говорил, ну вы её поймите, она это из заботы. Но у них была одна знакомая, просто подруга семьи, и она говорит, твоя беда в том, что ты её любишь, поэтому ты не можешь ей помочь, ты пытаешься её оправдывать. Она моя подруга, но я её не люблю, я просто к ней хорошо отношусь, я не ослеплена любовью. Давай я с ней поговорю. Она вывела принцессу погулять. И пока они шли по полю, там такое как свободное пространство, там и деревья, и поля, и... То есть не облагороженный парк, а вот такая свободная лесная зона. Пока они гуляли, принцесса начинала всё больше раздражаться, всё больше говорить. Её начинало трясти от возмущения о том, что в любой момент её могут отравить, в любой момент друзья могут предать, напасть. Она потеряет всё, чего добилась. И как она столько лет желала стать королевой, обрести свой дом, своё королевство, царство, свою семью. И она не чувствует себя счастливой, она чувствует страх за то, сколько людей несправедливы, насколько хрупкое их счастье. И её возмущает вот это ощущение небезопасности, это ощущение того, что никому нельзя доверять. И в этот момент она настолько бурно хватала ртом в воздух, настолько бурно жестикулировала, что оступилась и упала в небольшой овраг. С ней ничего не случилось, но из-за довольно пышного платья и неудобного корсета она зацепилась за ветки и не могла встать. Она смешно барахталась, ругалась, возмущалась и требовала, чтобы эта подруга её подняла. Подруга молча стояла сверху. Нет. Ты хочешь быть одна. Так вот пойми сейчас, что один в поле не воин. Ты не справишься. Если я сейчас уйду, ты останешься здесь. Ты потеряешь своё королевство. Никто не будет тебя искать, потому что ты обидела своих слуг. И даже если они знают, что ты пошла сюда, они могут специально сказать, поищем её в другом месте. Мы не хотим, чтобы нас опять в чём-то обвиняли. Ты можешь против себя людей настроить, но ты никогда не знаешь, кто действительно предаст. Иногда человек, желая хорошего, может совершить ошибку. И иногда злодей может, желая напакостить, случайно сотворить добро. Мы не знаем, что будет, но и самим разрушать своё будущее нельзя. Почувствуй сейчас свою беспомощность от твоих эмоций, от твоего недоверия к миру. Ты сама себя загнала в эту яму. Так выбирайся. Прими мою руку. Я не знаю, что будет завтра. Может быть, завтра мы с тобой разругаемся. Но сегодня я с тобой. Сегодня доверься мне. И относись к людям именно так. Не надо их заранее обвинять. Когда они пришли домой... Разумеется, эта подруга рассказала обо всём, что случилось с принцессой. И муж, король, возмущался. Да как ты могла? Да если бы она поранилась? Да если бы она напугалась? Но его жена поблагодарила свою подругу и сказала, ты знаешь, что было нужно. Я ощутила, что я действительно одна не справлюсь. И что нельзя подозревать всех вокруг. Я ощутила свою слабость. И в этой слабости я обрела свою силу. Я могу довериться. Если возникнут проблемы, я смогу с ними справиться. Но я не буду жить в подозрениях вечно. Я буду жить здесь и сейчас. А когда возникнет какая-то ситуация, найдутся люди, найдутся решения, найдутся возможности их решить. Я надеюсь, эта история хоть немножко была вам интересна и полезна. Напишите, пожалуйста, стоит ли расписать целиком эту сказку или достаточно только одной мысли. Всех благ. Спасибо. Спасибо.